Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о основных фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетс и оставляйте конечно же ваши лайки и комментарии. Сегодня мы констатируем то, что торговая сессия четверга стала печальным днем для тех, кто ставил на снижение курса американского доллара и такую же коррекцию нефтяного рынка, потому что тот новостной фонд, который был, казалось бы, крайне предсказуемым и ожидаемым, оказался не таким уж и предсказуемым. Фактически по решениям, которые мы получили, ну или как минимум по реакции трейдеров, мы убедились в том, что на рынке возможны сюрпризы. Начнем с рынка углеводородов. Бренд 6727, это в моменте котировки, то есть рост с того момента, когда мы с вами виделись в последний раз на вчерашнем брифинге, больше 5%. И учитывая, что сегодня все на площадках говорят уже о последствиях и тех решениях, которые были приняты странами ОПЕК+, много прогнозов касательно того, что рынок нефти сохранит устойчивую восстановительную динамику вплоть до следующего заседания страны ОПЕК+, которое пройдет 7 апреля. Я сейчас как раз попробую прокомментировать, как можно действовать дальше. Например, для тех, кто так же, как и я, работает одновременно с двумя идеями, основанными на ожиданиях все-таки снижения цен на нефть. Это, собственно, с самим активом бренда. И еще, как вы знаете, я ранее давал рекомендацию по покупке пары доллар-канадец, потому что ожидание коррекции цен на нефть должно было откликнуться в ослабление курса канадского доллара. Решение. Вчера мы настраивались на то, что страны ОПЕК+, учитывая восстановление цен на нефть, учитывая все-таки эффективность кампании по вакцинации населения, скажем, в масштабах всей мировой экономики. Все это поспособствует впоследствии восстановлению нормальных показателей экономической активности и приведет к тому, что мировая экономика вернется на траекторию роста. Это потребует больше предложений, потому что будет параллельным образом расти и спрос. И логично было предположить, что страны ОПЕК+, большая часть из которых, если даже не подавляющая, безусловно, исходят из экономических интересов и должны были использовать локальную ситуацию с ростом цен, чтобы позволить себе зарабатывать на этом больше. Ведь для того, чтобы зарабатывать больше, им просто нужно немножко ослабить вот эти узды возложенных на себя обязательств по ограничению производства нефти. И наш расчет, так же, как и расчет тех, кто следил за рынком нефти, предполагал, что производство нефти оправдано могло бы быть увеличено на 500 тысяч баррелей. Это в рамках общего объединения участников энергетического пакта. Еще дополнительно мы помним, что Саудовская Аравия ранее на февраль-март брала на себя обязательства в одностороннем порядке убрать с рынка за счет собственного уровня нефтедобычи еще 1 миллион. То есть мы, в принципе, при самом оптимистичном сценарии сегодня должны были бы с вами констатировать то, что начиная с апреля, скажем, с глобального рынка, точнее, на глобальный рынок поступит еще 1,5 миллиона баррелей в сутки. Но фактически показатель роста будет не 1,5 миллиона, друзья, а в 10 раз меньше. 150 тысяч, потому что в целом стороны ОПЕК приняли решение тотально ничего не менять в текущих уровнях объема нефтедобычи Саудовская Аравия. Практически не стала комментировать, будет ли она выходить в кратчайшие сроки, вот начиная с апреля, из-за вот этого одностороннего обязательства по сокращению. Единственное, что известно, что Россия и Казахстан по чуть-чуть, скажем так, увеличат производство, и, исходя из сезона факторов, им дали на это добро и зеленый свет. Поэтому на две этих страны общий объем роста производства придется составить 150 тысяч. 150 тысяч, друзья, и 1,5 миллиона. Конечно же, это вызвало разочарование участников рынка, которые все-таки хотели прижать бренд и вернуть его в район 60 долларов за баррель. Ну, есть то, что есть. Касательно рынка нефти, друзья, я принял решение все-таки пока что не работать дальше с короткими позициями. Нужно посмотреть, как будут развиваться события. Коррекцию рынок не дал. При текущих уровнях, конечно же, возвращение к 60 долларов за баррель, это уже снижение больше, чем на 12%. И при оптимистичном сценарии, даже если мы все-таки увидим эту мощную коррекцию, то, скорее, уже ближе к концу марта, в преддверии ожидания следующего заседания ОПЕК+, на котором снова будут подняты вопросы об уместности роста производства. И с большой долей вероятности мы к этому апрельскому заседанию с вами подойдем с такой же оценкой, как и, собственно, вчера. О том, что нужно поднять добычу и можно ожидать, что страна ОПЕК увеличит производство на те самые 500 тысяч и так далее. Но это разговоры конца этого месяца, я думаю, что к ним мы еще вернемся. Индекс американского доллара, в целом американская валюта, это второй новостной герой вчерашнего дня, потому что все вчера вертелось вокруг ожидания выступления Паула в 20.00 по московскому времени. Потому что рост доходности американских облигаций, которые мы видели, это вызов, по сути, американскому регулятору. И логично было ждать от руководства Центрального банка, ведущего банка мировой экономики, вмешательства в то, что происходит через словесные интервенции и заявления. Нам важно было понять, что ФРС и лично Джером Паула думает по ситуации с ростом доходности американских облигаций, какие есть риски в связи с этим для американской экономики, потому что в большей части во всех экономических учебниках прописано, что повышение доходности облигаций с учетом текущих подобных экономических реалий, это больше негативный фактор. И что ФРС будет готов сделать, чтобы остановить восходящее ралли пожар, как говорят, на рынке казначейского американского долга. Мог ли ФРС вмешаться в моменте в ситуацию? Я думаю, конечно же, мог. Например, если бы сделал заявление о том, что будет покупать больше облигаций. То есть, по сути, повышенный спрос на облигации снова бы привел к тому, что доходность по ним стала снижаться, а их цена расти. Но Паула на текущем этапе счел неуместным комментировать такого рода активность регулятора, за который он отвечает. Но в целом повторил то, что мы от него и ожидали ранее. И знали уже то, что политика будет оставаться мягкой, экономика США далека от показателей целевых по занятости и инфляции. То, что текущий рост доходности американских облигаций отражает рост инфляционного давления. И якобы сеет панику за то, что ФРС будет в связи с этим повышать процентные ставки. Собственно, Паула вот здесь вот четко разграничил, что он не понимает, почему эти идеи продолжают культивировать на рынке. Тогда, когда он лично от себя и от регулятора сделал заявление о том, что не будет менять денежно-кредитную политику, даже в том случае, если инфляция окажется выше 2,5%, выше 3%. Поэтому мы вынуждены додумывать дальше сами, что будет. И в чем основная причина того, что облигации растут. Если все-таки принять к сведению то, что ФРС не станет корректировать денежно-кредитную политику, мы должны автоматом отрезать в качестве триггера роста доходности потенциально новые решения регулятора. Они останутся... ФРС будет бездействовать и позволит экономике монетарной остаться мягкой. Значит, другой фактор – это рост доходности облигаций, который опирается на улучшение экономической ситуации, в ожиданиях того, что завтра для американской экономики будет лучше, чем сегодня. Но для того, чтобы убедиться в этом, друзья, нам нужно все-таки дальше продолжать анализировать макроэкономические данные. И вчерашний отчет по заявкам на пособие по безработице негативный, поскольку по факту мы увидели цифру в 745 тысяч с 730 тысяч. Рост, ну да, незначительный, но все равно же негатив. И сегодня у нас Non-Farm Perils. Это основной отчет, который позволяет оценить общую ситуацию на американском рынке труда. И после той статистики по EDP, которую мы видели накануне, в эту среду, можно предположить то, что Non-Farm Perils с большой долей вероятности разочарует. Сегодня в 16.30 ждем блок американских данных. И, соответственно, если данные действительно будут плохими, то доходность американских облигаций, как я только что отметил, если они растут на улучшение экономических условий, априори должны развернуться. И вслед за этим вниз должен пойти американский доллар. Как действуем по другим инструментам? По паре фунт-доллар. Здесь короткая позиция остается. Цель 1.38 мы практически до нее добили. Евро против доллара. Меньше в латильности и хорошо, потому что я не отказываюсь от длинных позиций. Я считаю, что стоит рассчитывать на дальнейшее восстановление главного валютного риска против доллара. Американский фондовый рынок S&P также приоритет за длинными позициями, потому что 14 марта уже не за горами. И новые экономические стимулы должны будут поддержать курсы всех бенчмарок американского фондового рынка. Биткоин, друзья, корректируется 46 915. Вы знаете, между рынком криптовалют и рынком акций США сейчас есть практически прямая корреляция. Но действительно можем увидеть, если снижается американская фонда, корректируется и рынок криптовалют. То есть, если 14 марта и дни до этого события принятие мер экономического стимулирования США позволит все-таки американскому фондовому рынку восстановиться и впоследствии на решение новых экономических стимулов мы увидим новые локальные максимумы, то биткоин также вполне может развернуться. Но я воздерживаю вас от спекуляции на рынке криптовалют. Считаю, что если вы интересуетесь биткоином на долгосрок в качестве покупок, то лучше дождаться более глубокой коррекции. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и до понедельника. Всем пока!